Болезнь хрустального человека – это генетическое нарушение, главное проявление которого – повышенная ломкость костей. У людей, которые страдают от такого заболевания, перелом может произойти даже под тяжестью одеяла, поэтому их называют хрустальными или стеклянными. В организме больных либо недостаточно коллагена, белка, составляющего основу соединительной ткани и обеспечивающего его прочность и эластичность, либо его качество не соответствует норме. Таким заболеванием, например, страдал полицейский эксперт, герой Сэмюля Джексона в фильме «Неуязвимый». Коллеги называли его «Мистер Стекло». Оно было и у дедушки-художника из фильма «Амели», за что соседи прозвали его «Стеклянным человеком». Официальное название этого заболевания «Несовершенный остеогенез» или «Болезнь Лапштейна в роликах». Этот порог развития известен давно, однако в отдельное заболевание его впервые выделил Лапштейн, который наблюдал болезнь после рождения. В ролик дополнительно описал внутриутробное появление ломкости костей. Однако существенного значения выделения этих форм не имеет, так как различие заключаются лишь в интенсивности заболевания и времени проявления патологических изменений. Болезнь передается по наследству от родителей, однако возможна и индивидуальная спонтанная мутация. Существуют основные четыре типа заболевания. Первый тип – наиболее частая и легкая форма, при котором коллаген нормального качества, но вырабатывается в недостаточных количествах. Второй, третий и четвертый типы протекают более тяжело. При втором типе коллаген недостаточного количества и качества. Большинство пациентов умирают на протяжении первого года жизни по причине дыхательной недостаточности или внутричерепного кровоизлияния. При третьем типе коллаген в достаточных количествах, но недостаточного качества. У новорожденного представлены легкие симптомы заболевания, которые прогрессируют в процессе жизни. Четвертый тип похож на первый, но протекают в более тяжелой форме. В конечном итоге общий признак для всех типов одинаков. Кости очень легко ломаются и очень трудно срастаются и заживают. Следствием длительного заживления нередко становятся различные деформации, существенно затрудняющие передвижение. У детей с ранней формой заболевания отмечаются несовместимые с жизнью внутричерепные родовые травмы, синдром дыхательных расстройств, респираторные инфекции. Поздняя форма несовершенного антогенеза характеризуется типичной триадой симптомов. Повышенной ломкостью костей, главным образом нижних конечностей, синевой склер и прогрессирующей тугоухостью. Так как несовершенностью генез является генетическим заболеванием, возможные формы терапии ограничиваются исключительно симптоматическими методами лечения. Применяются и хирургические ортопедические методы, например, остеосинтез при помощи телескопических штифтов, вводимых во внутрь кости в детстве и растущих вместе с ней. Физиотерапия, которая сводится к улучшению мышечного каркаса, а также совершенствованию координации, что позволяет избегать падений, а значит и переломов. Хороший эффект показывает гидротерапия, особенно для ускорения заживления уже существующих переломов. Пациенты принимают витамин D3 и препараты кальция. Наличие в семье больных с несовершенным остеогенезом служат прямым показанием к медикогенетическому консультированию. В настоящее время примерно в 90% случаев можно достоверно установить наличие или отсутствие дефектов в генах, отвечающих за те или иные аспекты синтеза коллагена. Современная генетика позволяет проводить подобную диагностику еще в утробе матери. А пока на этом все. Берегите себя и не болейте. Всем пока!